На выходных нас ждет открытие Drift Masters European Championship, это свежий боком плюс, с вами Гриня, и сейчас я расскажу, почему это мероприятие нужно смотреть обязательно. В мире есть 4 главных дрифт-чемпионата. Японский D1 GP, американская формула дрифт, российский RDS GP и европейский Drift Masters GP, или как сейчас его принято называть Drift Masters European Championship. D1 GP, будучи прародителем соревновательного дрифтинга, перетянула на себя одеяло интерконтинентального дрифт-кубка FIA и все еще дорабатывает свою систему электронного судейства DOS, от которой остальная часть дрифт-мира, мягко говоря, не в восторге. Таким образом, оставшиеся 3 сильнейших чемпионата решили унифицировать правила и технические требования, и поэтому сейчас формула Drift, Drift Masters и RDS GP сильно похожи по принципам судейства, по техническому регламенту и по амбициям стать самым сильным чемпионатом мира. Дрифтерам это на руку. Кататься по одним и тем же правилам в большей части мира, пилотам и командам, которые могут себе позволить путешествовать, таким образом, очень приятно. Да и, собственно, официальные лица формулы Drift и Drift Masters часто появляются в RDS GP, да и вообще организаторы и судьи всех трех этих чемпионатов постоянно тусуют в комиссии по дрифтингу при FIA. Для удобства эти три чемпионата можно назвать большой тройкой мирового дрифтинга, потому что они двигают дрифт хотя бы в одном направлении во всем мире. Так вот, некоторые пилоты принимают участие в нескольких чемпионатах большой тройки. Так, например, Джеймс Дин победил в Формуле Drift, победил в Drift Masters, но уже Кристос Блуш, который принял участие в соревнованиях у каждого из членов большой тройки, больших успехов не достиг. Таким образом, я не вижу большого количества пилотов, которые изъявляют желание ехать во всех трех сериях по серьезному, но организаторы ни на секунду не прекращают сотрудничество и развитие дрифтинга дальше. Например, в прошлом году была история, что топ-8 Drift Masters по результату всего года автоматически получают лицензию PRO для Формулы Drift, но знаете что, ни один из пилотов этой лицензии не воспользовался и ребята хайпанули в прошлом году, в этом году тишина. В этом году мы уже видели три этапа Формулы Drift, а RDSGP помпезно провела свое открытие на Moscow Raceway, и первый этап Drift Masters European Championship назначен в Австрии на ближайшие выходные, хотя Австрия не сильно севернее Москвы. Так чего же ради не стоит пропускать первый этап ДМЭК, спросите вы меня? Там вроде нет мировых имен дрифтинга, и наши ребята, говорящие по-русски, за которыми гораздо проще следить, тоже там не появляются? Сейчас расскажу. Чемпионат Drift Masters GP с 2014 года проделал путь от трех мероприятий в год в Польше до полноценного европейского чемпионата в 2018 году. И знаете что? Географическое расположение в центре Европы дает серьезные преимущества этому чемпионату по сравнению с собратьями из большой тройки. Итак, первое. Максимальное расстояние между этапами не превышает 3000 километров. Второе. В каждой стране Европы развивался дрифт и есть свои 5-6 топов, а у поляков и ирландцев их и того больше. Топы тоже не появляются из ниоткуда. Это обычно люди, имеющие собственные или спонсорские средства на топовые тачки и частые тренировки. Третье. Если помните, последние годы в формуле дрифт часто задают тон чемпионата именно гости из Европы, а теперь им и ехать не надо никуда. Дерзкое рубилово происходит на домашнем континенте. Четвертое. Короче, в Дрифтмастерс самое большое скопление сильных и обеспеченных пилотов в мире. Пятое. Выходит ситуация, что сильным пилотам за пределами Европы, как например с Ближнего Востока, теперь не нужно ехать в формулу дрифт и могут качественно рвать задницы и поближе в Европе, а значит еще больше сильных пилотов в ДМЭК. Шестое. В Дрифтмастерс вливаются невменяемые деньги и бюджет одной гонки иногда превышает бюджет года RDSGP или формулы дрифт. Это не сможет продолжаться вечно, поэтому не теряем шанс посмотреть на денежный фейерверк в дрифтинге. Вам и этого мало? Тогда пройдемся по списку пилотов. После триумфального 2018 года количество заявок на этот сезон просто зашкалило и было хорошо за 100. Из них отобрали 45, причем это было так. Вот сейчас мы вас всех рассмотрим и по определенным критериям разберем, кто же подходит под наш очень крутой чемпионат. Так вот, отобрали 45 пилотов, опубликовали список и хайпанули на этом еще разок. И что происходит? Сейчас вывешивают список пилотов на первый этап в Австрии, и я там не досчитываюсь нескольких из первоначального списка, а в свою очередь появляются новые лица. Пропали 4 пилота, и если Кузин и Моррисон не представляли особого интереса в рамках чемпионата, то Сталарский и Трелло, занимающие 15 и 6 места соответственно по результатам сезона, это уже конкурентоспособные пилоты. Также из списка пилотов выпадает Нигель Колфер, но и хрен с ним, это еще тот говнюк, это отдельная история, как-нибудь вам расскажу. Вместо них в списке 4 австрияка, фейсбук которых пестрит тестами новых тачек этого года на трассе Грейнбаха первого этапа ДМЭК. Из брендера Кунцика, Колта и Пампера я знаю только последнего. Алоэс Пампер как раз местный топ, не вылазящий с PS Racing Center, как Лосев не вылазит зимой с Красного Кольца. Администрация Грейнбаха делает корректировки на треке, ссылаясь на тесты Пампера. И в прошлом году на двух этапах кое, что я судил, Алоэс Пампер выглядел уверенно, но хватит ли этой уверенности для Дрифтмастерс, это вопрос. Еще один интересный факт, я точно знаю, что наш Макс Миллер не едет. Первый этап ДМЭК, и я его категорически поддерживаю в связи с этим решением, так как его новый проект Медуза все еще сырой. Ты вообще, ты на первый этап едешь? Нет, Саня, я не успеваю, но я как бы и не планировал. Это правильное решение, Макс. Это максимально правильное решение, потому что ехать туда, блин, на сырой тачке, тебе нужно ее тестировать. Сань, я туда как бы и не планировал успевать. 180 дней заканчиваются 6 июня. И мы договорились типа с Аркадиусом, что возможно мы пропустим первый этап. Он уведомил администрацию о своем неучастии, но при этом он числится в списке пилотов первого этапа. И это дает повод ожидать отсутствия еще нескольких заявленных интересных пилотов на открытии года. Но все же возьмем за основу именно этот список и пройдемся по пилотам. И начнем мы с гостей той самой старушки Европы. Ахмат Дахам занял 40 место по результатам прошлого года, но тот год был практически тестовым для этого пилота. Он привез свою S15-2JZ на 1000 с лишним сил из Иордании, хотя его можно заметить по всему Ближнему Востоку, на подиумах там и тут. И больше того, я знаю, что он хороший друг Джеймса Дина и постоянно его притаскивает на Ближний Восток. Следующий пилот меня сильно впечатлил в прошлом сезоне и занял 41 место в чемпионате, заявивший всего в нескольких этапах. Это Мевлуд Меладзе. Грузинский дрифт-пилот, выехавший на Е36 со стандартным V8 4 литра и прошел квалификацию, в отличие от, допустим, Кристопса Блушса или Юхеринтонена, которые, в общем-то, ездили в формуле дрифт. В этом году Мевлуд привозит оновленную Е36 с 2JZ и заявляет в ней 580 сил. Интересный товарищ, за которым нужно наблюдать. Продолжим с самыми жаркими европейскими парнями. Швецию представляет некто Кристиан Эрландсон. Занял он 31 место в чемпионате за прошлый год и едет на GT86 на 830 сил. Финляндия представлена сразу двумя пилотами. Это тот самый Юхеринтонен, о котором я говорил. Не пройдя квалификацию, он занял 78 место в чемпионате. Приедет на своей уже привычной S15 на 840 сил. К нему присоединяется в защите Финляндии на чемпионате Европы Юхо Пайталаксу. Этот Фин настроен более серьезно. Он отъездил весь прошлый сезон и зашел на 9 место, что достаточно сложно. Даня представлена всего лишь одним пилотом. И это Микель Овергард. 26-й он в чемпионате по результатам года. И сейчас он едет на GT86, который особо не удивишь. Но вот техничка его мне очень и очень нравится. Ее формат достаточно непривычный и редко такое увидишь. Норвегию тоже представляет всего лишь один пилот. И его сложно запомнить имя. Но если ты уже запомнишь, не выкинешь из головы его никогда. Тор Арнекавия занял 10-ю строчку по результатам прошлого года. Едет он на S13 на 860 сил. Банду прибалтийцев возглавляет Литва. И в ней Андреус Василяуско, за которого мы болели в Омане. И который ездит на своей бессменной Е92. Она, конечно, страшненькая в моем понимании. Но занял он 20-е место по результатам года. А в Бэхе числится 700 сил. Его земляк, Бенедиктос Чирбо, занял 17-е место в чемпионате прошлого года. Едет на Е46, в которой 680 сил заявлено. Представитель Словакии Роман Калисар не особо отличился на просторах Европы. Все, что я нашел по нему, это 25-е место по результатам King of Europe прошлого года. Но он там толком и не ехал. Самое интересное, что я видел буквально недавно на Фейсбуке. В марте месяце он участвовал на своей Е46 ярко-синего цвета. Но уже сейчас он заявлен на Е92 в 850 сил. Скорее всего, это какая-то новая тачка. Чехию представляют два пилота, и тут уже становится интересно. 24-е место по результатам прошлого сезона Майкл Рейхард. И опять вроде как Е92 на 900 сил. Но посмотрите, насколько она более симпатичная, чем у Василя Ускаса. Второй пилот из Чехии. Наш любимый Марко Закурил. Чемпион King of Europe прошлого года. В общем, и сейчас он держится на втором месте Дрифт Кингс. И я сильно ожидаю его результат. Посмотрим. Он выезжает на своей запасной тачке, которую вы видели в одержимых. Это М2 с тем же самым мотором на 900 сил. Короче, посмотрим, насколько он загурит в этом чемпионате. Венгрию представляет всего лишь один пилот. Норберт Замеш, наверное, читается. Максимальное его достижение – это второе место того самого венгерского дрифт-чемпионата. Румыния представлена двумя пилотами. Первый из них – Калин Чертон. Тьертон, как-то Кертон, как только не произносят его имя. У него сразу две машины, причем кардинально разные. Это Е30, на которой, как мне кажется, он достигал большего успеха. И вот последние пару лет он тестирует себя на С-шасси. И на нем у него вообще почти ничего не получается. Пока что заявлено именно С-шасси на 600 сил тренажка. Второй пилот из Румынии – это Влад Станеску. Не знаю, я как правильно читать, румынские фамилии. Он выезжает на М1 4.4 турбо. Но машинка, честно говоря, выглядит страшно. Максимальное его достижение – это третье место в румынском чемпионате по дрифтингу. Энвер Хаскаса попросил определить себя в государство Северный Кипр. Но так как такового не существует. Он турок, он едет за Турцию. И ему не говорите между Северным Кипром и Турцией там какие-то терки. Однако неплохой пилот занял, правда, 28 место по результатам прошлого года. И едет на С-15 на 600 сил. Испания представлена двумя дрифтерами. И я, честно говоря, не знал, что в Испании есть дрифтеры, которые поедут в Дрифтмастерс. И знаете что? Тут уж простите, я буду читать их имена. Джонатан Хернандес Санчес едет на Е-92 750 сил. Хотя, поискав на Фейсбуке, я нашел, что раньше-то он появлялся везде на 46-й Бэхе. Значит, серьезно готовится. Второй пилот из Испании. Хуан Антонио Перос Апаричио. Катался он на С-13, как показывает, опять же, небольшое исследование на Фейсбуке. Но уже сейчас заявлен на очередной GT86. Нормально Toyota продает эти тачки. Францию представляет три пилота. И первым из них числится Жероме Васса. Едет он на 4.4 на компрессоре, в установленном в Е-92. Все, что я нашел по этому пилоту, это то, что он промоутер местного французского чемпионата. И по результатам прошлого года он занял 74-е место. 74-е место в Дрифтмастерс GP. Еще один французский пилот, это третье место King of Europe, Аксель Франсуа на GT86. Только в прошлом году он обкатал эту машину на Кое. И вот сейчас выезжает штурмовать Дрифтмастерс. Скажу только, что пилот он яркий, но непостоянный. Следующий участник французской сборной Бенджамин Бульбес. 14-е место Кое по результатам прошлого года. Но последние годы ему тяжело даются. Лет 5 назад он был уверенным топом этого чемпионата. Сейчас же он использует вообще непривычную платформу BMW E93. А именно, это та же самая 92-я Бэха, но кабриолет. Зачем он выбрал именно кабридж более тяжелый под нищу, для меня остается загадкой. Но он тоже представляет Францию в этом году в Дрифтмастерс European Championship. От Голландии всего один пилот, и это Себастьян Фонтейн. Он использует платформу E36 BMW. И уверен на 100%, что его 36-я лучшая в мире. Но, кстати, обратите внимание, что сейчас почти все пересели на платформу E92. И 36-х, и тем более 30-х. Осталось минимум, ну там еще 46-е периодически светятся. Поэтому, во всяком случае, Фонтейн это лучшая 36-я Дрифтмастерс. Потому что больше я никого ни у кого ее не видел. Германию представляют три пилота. Это Макс Хедрик. 24-й по результатам прошлого года. Едет на S13,5 на 500 сил. Двое других участников немецкой сборной. Это Red Bull Drift Brothers. Не поверите, это братья. Элли и Джо Хантун. Два года назад они забрали чемпионский титул. Как в командном зачете, так и в личном. В King of Europe. И перебрались в Дрифтмастерс, где попали в середнички. Они заняли 14-е и 8-е место в чемпионате Дрифтмастерс прошлого года. А едут Элли на Е30 660 сил. А Джо на S13 780 сил. Но зачем его нужно было превращать в пикап и ставить на него спереди фары от Галанта Митсубиши? Тоже не могу я понять. А теперь к самым многочисленным и именитым сборным. Великобритания. В этот сезон Дрифтмастерс Европеен Чемпионшип врывается Пол Смит на свои GT 86 на 780 сил. В прошлом году он занял 7-е место в Бритиш Дрифт Чемпионшип. Компанию ему составляет Мартин Ричардс на R32 Skyline на 650 сил. Он же уже был вторым на BDC прошлого года. А еще два участника этой сборной уже участвовали в чемпионате, но не особо успешно. Меня удивляет Стив Биаджиони, который вроде как ехал в топах Коэ. Но когда приехал в Дрифтмастерс, да собственно как и в BDC я наблюдал его, не впечатляет вообще. У него хреново куча машин. У него есть GTR 35-й, построенный под дрифт. Я думаю вы даже видели его проект с Daigo Saito. Но он никуда не едет. Пытается, но не едет. 29-е место в чемпионате прошлого года. На этот год заявлено S13 на 600 лошадиных сил. Мэтт Картер в прошлом году занял 21-е место в чемпионате. В этом году тоже представляет сборную Великобритании. Едет на R32 на 730 сил. Ну и конечно на закуску я вам оставил поляков и ирландцев. Сборная Польши. Якуб Кролл. Ничего я по нему не нашел. Представляет Польшу. Едет на E46 на 835 сил. Кристоф Романовский. 11-й по результатам прошлого года. E46 в 800 сил. Грегор Шхипки. И это бронзовый призер Дрифтмастерс 2018. За что я люблю этого пилота, так это за его E30. Он остается поклонником платформы. И верен до конца. Вы хрен сейчас найдете 30-тик в чемпионате Дрифтмастерс. А он не только уверенно на нем едет. Но и занял 3-е место в прошлом году. Зачем менять то, что хорошо работает. 580 сил. Old School. Дэвид Каркошик. 16-й в чемпионате прошлого года. Едет на S15 на 600 лошадиных сил. И по-моему это уверенный чемпион. Идущий название самого большого уничтожителя фар от S15. Адам Залевский. Поляк, который занял второе место в Дрифтмастерс 2018 года. И этот молодой пацан спрыгнул с платформы E30. Пересаживается на нынче модную GT86. Тачка, похоже, готовится, как обычно. В последнюю ночь заявлено в ней 700 сил. И толком ее еще никто не видел. Только какие-то шпионские кадры ее езды. Павел Карпулинский. 7-й по результатам прошлого года. Едет на 1М. М1, как вам угодно. На 740 сил. И тоже представляет Польшу. Сборную Польши мог бы серьезно укрепить Петр Венцик. Но будет некрасиво. Ездит в чемпионате, который спонсируется в большей степени компанией отца Петра Венцика. Так что он присутствует на всех мероприятиях. Он поддерживает Джеймса Дина. Они же сокомандники. Хотя из другой нации. Но ехать в этом чемпионате не может. Ирландский состав был достаточно сильный в прошлом году. Но в этом году он укрепляется одними из лучших пилотов из национального чемпионата IDC и BDC. Кевин Куин выезжает на S15 на 700 сил. В прошлом году он заявился всего лишь на одно мероприятие. Закрытие года в Ирландии. И занял далекую 37 строчку. Но что мне особо нравится, это его техничка. Тоже очень и очень нарядная. Дуэйн МакКивер тоже недалеко ушел от Кевина Куина. Занимает 36 место в чемпионате прошлого года. Опять же только потому, что появился на одном единственном этапе, где толком не смог показать результатов. Хотя 7 из 8 этапов, прошедших BDC и IDC прошлого года, он победил. В этом году он настроен просто железобетонно показать крутой результат. И я знаю, он это сможет сделать. И именно, наверное, за него и будут болеть на этом мероприятии. Не одни хантунжи приехали всей семьей на Дрифтмастерс. Ирландию представляют братья Шанахан, Конор и Джек. И если Конор выезжает на S15 на 700 сил, то Джек не просто поменял платформу с S-шасси на GT86 на 800 сил. Он только что выиграл этап Дрифтгеймс в Ирландии, бывшего IDC. Конор был пятым по результатам чемпионата прошлого года. Джек дотянул только до 12-й строчки. Ну и, конечно, миллионный чемпион всего и вся. Дрифт All-Stars, Дрифт GP, Дрифт Мастерс, Формула Дрифт. И, конечно, речь о Джеймс Машина Диния, который перескочил с платформы S-шасси на Еврофайтер. И хоть он уже оформлен в цвета Falcon, мне все равно очень и очень интересно, как же поведет себя за рулем Джеймс Дин. Ведь это новая машина, это слегка другая платформа. Но и Джеймс Дин у нас тоже непростой чувак. Болеть за него, по-моему, нет смысла. У него такая армия поклонников и такой скилл, что с машиной он должен справиться. По пилотам все. Теперь можно пройтись по самой трассе, посмотреть, что там с клиперами и судейским заданием первого этапа Дрифтмастерс European Championship. Дрифтмастерс любит вот такие видосики показывать из ассета курса. Итак, разгон через шикану. И разгон, я вам скажу, приличный. Первая внешняя клиппинг-зона. И очень неправильный поворот. И нужно выйти на вторую внешнюю клиппинг-зону. Внутренний клипер первый. И сейчас будет третий клипер внешний. Клиппинг-зона клипер. Они называют это зонами. Четвертая внешняя клиппинг-зона. Второй внутренний клиппинг-поинт. Перекладка на пятую внешнюю клиппинг-зону. Так, и вот здесь жуткое замедление. Перекладка на шестую внешнюю клиппинг-зону. Внутренний клиппинг-поинт три. И перекладка. Еще одна перекладка. И клиппинг-зона номер семь. Выводит на финиш. Семь внешних клиппинг-зон. Три внутренних клиппера. Жесть. Хитрый трек и совсем непростой для парного дрифта. На King of Europe он получался уже ближе к топ-4. Как справится Driftmaster с GP, посмотрим буквально на этих выходных. Я знаю, вы бы хотели посмотреть трансляцию с моими русскоязычными комментариями. Но язык мой, враг мой. Я обратился за официальным разрешением на ретрансляцию. Но после того, как наши с вами стримы посмотрели, пришли к выводу, что они недостаточно профессиональны и не нуждаются в подобных рестримах с комментариями. Как воспринимать публики, не понимающим английский язык, их не особо интересует. А вы знаете, в прошлый раз, в августе месяце, когда я ретранслировал мероприятие подобное, мой канал получил бан на три месяца на прямые трансляции. Я не хочу рисковать в этот раз, но короткие версии я вам обещаю в кратчайшие сроки, через полчаса после окончания мероприятия, уже с русскоязычными комментариями. Все, с вас хватит. Смотреть трансляцию или короткие версии обязательно. В комментариях напишите мне, за кого собираетесь болеть в этом году, в этом чемпионате. Ну, поставьте лайк, оформите подписку на канал, если до сих пор этого не сделали. И, конечно, ссылочку можно бросить друзьям. Привлекайте их, пусть болеют за дрифт, пусть понимают, что такое Drift Master GP, пусть подписываются на мой канал. Расписание трансляции и где смотреть, ищите на финальном кадре этого видео. А с вами был Гриня, до следующих видосиков.